Деньги за неделю 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 Прогнозы летом именно на европейские направления, потому что уже поставлены такие новые для нашего региона туры, как прямые вылеты на Сицилию, Италию с Екатеринбурга по приемлемым ценам. Впрочем, строить прогнозы теперь, когда во всем мире неожиданно происходит что угодно, можно с таким же успехом, как читать карту звездного неба. Мы решили добавить немного мистики в нашу финансовую программу и узнать о курсе валюты и рекомендациях, куда вложить деньги у астролога Анны Миркиной. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что приготовили нам звезды в будущем году? Интересует, конечно же, финансовый план и интересно курс рубля все-таки национальной валюты. Как будет развиваться экономика страны в связи с этим? Так называемая лихорадка 2016 года, резкие колебания рубля вверх-вниз и нестабильная ситуация в 2017 году продолжится, то есть те самые американские горки. Эта тенденция сохраняется. Если вы ожидаете сейчас услышать от меня такие слова, как стабильность, спокойствие, гармонизация, то 2017 год не про это. Это год риска, год активных людей, год активного бизнеса и год процветания тех сфер или любого бизнеса, который несет под собой определенного рода философию, какую-то созидательную, высокую философию. Даже если вы занимаетесь, например, сферой малого бизнеса, то есть это не из серии производить, например, пластиковые стаканчики, а это из серии производить пластиковый стаканчик из биоразлагаемого материала. Таким образом вы спасаете вселенную. Таким образом, да, вот тогда ваш бизнес будет процветать. То есть вот про вот этот 2017 год, а не про гармонизацию, стабилизацию и накопление в классическом понимании этого слова. Потому что в 2017 году доминирует энергия огня очень многое, при том, что этот огонь достаточно созидательный в первую половину года, во вторую половину года немножко разрушительный. То есть активность лучше направить в начале года, да, вот в первой половине как раз, до лета успеть? Да, до лета успеть, но здесь тоже есть некие нюансы и оговорки, смотря о чём мы говорим, то есть на каком уровне мы обсуждаем какие-то вопросы. То есть если мы, например, говорим о том же курсе рубля, есть, например, вероятность его стабилизации, если мы будем заниматься, так скажем, прокачиванием темы Юпитера и темы знака Стрелец. То есть таким образом мы будем налаживать связи за рубежом, налаживать связи, контакты с другими странами. При том, что 2017 год достаточно благополучный для налаживания вот тех самых международных отношений. Год благоволит. Что же будет вот внутри страны? Что интересно будет с доходами? Нам Центробанк обещает в будущем году 4% инфляции. Нереальные, мне кажется, сейчас цифры, да, учитывая, как растут цены в магазинах. Что будет с ценами, что будет с доходами? Действительно ли они не будут расти? Здесь мы, знаете, будем смотреть, смотря с какой позиции смотреть. Или мы смотрим на это с позиции человека, кто каждый день ходит на работу и зависит от внешней ситуации. Или мы смотрим с позиции человека, кто, допустим, сам является бизнесменом, да, или так или иначе может как-то влиять на ситуацию. Если же мы рассматриваем первый вариант, то есть это ситуация, когда мы не можем никак влиять, то год нестабильный. То есть это получается как раз вот тот самый рост цен, сокращение, увольнение и, ну, велик риск потерь. Но для того, чтобы, допустим, вот этого человека не уволили с работы, что же он должен делать? Он, опять же, должен прокачивать тему созидательного огня Юпитера, то есть делать акценты на Юпитере и Стрельце. То есть он должен вкладывать в себя в плане знаний, получения образования, например, второго, третьего, получить повышение квалификации, какие-то курсы, может быть, закончить, с начальством наладить определенного рода связи. А на корпоративах быть всегда веселым, активным и быть каким-то главным, явным балагуром в коллективе. Вот такого человека в таком случае из компании не уволят. Всех остальных могут уволить. Это если мы говорим вот с этой позиции. Если мы говорим с позиции бизнеса, здесь вот я уже сказала, что это должен быть подход к делу такого плана, что ваш бизнес должен нести какую-то созидательную философию в массы. При том, что вы должны этой массы, этой философии заряжать людей и вести людей за собой. Анна, скажите, пожалуйста, ну куда же с точки зрения астрологии в будущем году выгоднее всего вкладывать деньги? Вкладывать выгоднее всего в те сферы, которые не имеют под собой ничего материального. То есть те сферы, которые нельзя пощупать. То есть, например, 2017 год будет не совсем благополучным для вложения, допустим, недвижимости в строительство. Куда раньше принято было, например, вкладывать, и всегда считается, что эта сфера всегда стабильна. Нет, к сожалению, здесь велико влияние еще черной луны в Скорпионе, которая дает определенного рода негативы. Но если вы будете вкладываться в те сферы, которые ярко блестят, которые красивы, которые манят сфера праздников, казино, ресторанного бизнеса, чего-то такого яркого, открытого, рекламного, тема спорта также очень хорошо будет процветать в 2017 году, то ваши вложения будут иметь успех. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Через год сравним, кто был в своих прогнозах точнее. Увидеть это и все предыдущие программы вы можете на нашем канале Тьюмин Тайм в Ютубе. На этом все. Увидимся в это же время, но уже в новом году. Пусть денег у вас прибавится. С наступающим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова